Здравствуй, дорогой зритель! Продолжаем играть в Final Fury на максимальной сложности. Что у нас тут творится? У нас один флот, который имеет некую силу, вот этот вот. У него есть два варианта, куда двигаться. Туда и туда. Ещё, конечно, можно двинуться сюда, но тогда следующий флот у нас пролетят и могут уничтожить. Могут, конечно, и не прилететь, но это не точно. Рисковать мы своим самым сильным флотом не будем точно. Так что, либо здесь, сколько? 552, либо здесь 552. Разнозначные, равнозначные гарнизоны. У нас 590. Можем хоть сейчас ввалить либо по этому, либо по тому. Через два хода у нас достроится здесь линкор. Соответственно, сюда уйдём от второй, либо потом вернёмся за этим линкором, либо дошлём его туда, сломаем один маленький кораблик и будем двигаться дальше четырьмя. Я не успел, к сожалению, сделать пять. Вот, пойдём туда, там посмотрим, что видно. То есть, здесь поблизости от вражеского имперского флота шебуршать точно не стоит. Здесь у нас есть ещё маленький флотец, но он совсем маленький, совсем дохлый, он никуда не прорвётся. И вот здесь есть ещё флотец, который может забрать пустую клетку, но в обратку пролетит и его уничтожит. Поэтому нету резона. Вариантов, в общем-то, немного. Но тут всю раздачу вариантов немного, куда двигаться было. Поэтому берём вот здесь. Единственное, что мы здесь сейчас дисраптор выпулем в ту сторону. На всякий случай, чтобы этот флот не решил за два хода подлететь и забрать базу линкоров. Иначе мы не успеем его просто достроить. Поэтому здесь мы закрываем эту, а здесь попробуем пропагандой клеточку без гарнизона забрать. Ну и, конечно, не получилось. На какие-то наслабленные оно как-то действует, но пока, кроме как пустые, у меня забирать не получалось. Ладно, летим, летим вон туда, в атаку. МК2, МК2, МК4, МК4. У него что? МК2, МК2 и два третьих. Но по крейсерам мы равны. Один мелкий третий и один самый смешный. МК3, в принципе, силы у нас побольше силы. Теперь главное эту силу правильно применить. Но эти тащим поближе, эсминцы свои, чтобы можно было восстанавливать щиты союзникам своим кораблям. Проверяем. На одну надо двинуться, чтобы начать атаку. Но это будет атака, которая бьет броню. А у нас еще щиты не уничтожены там. Немного смысла от этой атаки. С другой стороны, если я не двинусь, он в следующий ход подойдет и вдарит. Вот так я хотя бы первый нанесу урон. Можно попытаться выйти... Дотянешься, не дотянешься. Беговая попытка. Я надеялся, что он дотянется и пробьет щиты хоть как-то. Но нет, не дотянется и не пробьет. Ну, стреляем тогда так. Эсминца уводим в тылы немножко, чтобы он не пострадал от вражеского линкора. Ну, собственно, он также по нам стреляет пушками этими, которые щиты только сносят по чуть-чуть. Вот этот уже сносит броню. Но сейчас мы его за это заберем сразу. Неправильно сделал. Опять надо было сначала эсминцам подойти. Снести щит. Вот так вот хорошенько снести щит. Подойти еще одним. Дать ракетой. Добить щит до конца. И потом уже стрелять только вот этим. Тогда бы забрали его в этот ход. Но поздно. Хотя, может, и заберем его сейчас в этот ход. Все равно. Да, давай добивай его. Есть. И давай теперь... И давай теперь лупить по эсминцу, чтобы он не восстанавливал щиты. Потому что в этот ход, скорее всего, сейчас вражеский эсминец починит щиты линкору. Собственно, мы-то это точно сейчас будем делать. Есть. Ну и, кстати, можно еще усилить ближнему линкору защиту, чтобы ее не пробили. А, еще ракеты, кстати, не постреленные. Что-то я чуть не пропустил ракеты. Еще, может, у кого еще осталось цену? Нет, ни у кого не осталось больше. Ладно, погнали дальше. Ракеты в обратку, по щиту. И отступает. Ну, этот у нас усиленный ему теперь эти удары вообще ни о чем. Ну, так, чуть-чуть. Чуть-чуть совсем. Тоже отступает. Все, преследуем вражеский эсминец. Вражеский эсминец. Преследуем. И там. Отходи. Так, а вот этим будем прикрывать эсминец свой. Не прокатит. Один только выйдет. Ну, значит, вот и выходи. Ты покрепче. Ничего, не достреливает. Торпеды, кстати, появились. Может, сейчас торпедами эсминца завалим. Нет. Нет, не вышло. Не вышло. Щиты ему помогли устоять. Ну, давай тогда джампнем. И все-таки его добьем. Чтобы он не восстановился, погнали. Готов. Хотя можно вот этим еще прыгнуть. Ладно, я пока не буду им прыгать. Посмотрим, куда он скачет вот эти ребята. Может, мне там понадобится еще восстановление щитов поблизости. Вот сейчас мне понадобится восстановление щитов поблизости. И сюда, и сюда надо восстановить щиты. Так, и второй тоже с торпедами. Сейчас прыгнет. По крейсеру по нашему ударил. Сильно, сильно. Торпеды, конечно, мощно сносят. Но мы сейчас это все восстановим. Итак. Устанавливаем линкор. Ой, линкор. Крейсер. Устанавливаем крейсер. Разворот. Ракеты в упор не валят. Давай, ракетами туда. ЕМП туда. Кстати, можно и упрыгать. И сделать еще один залп ракетами. И сделать залп на восстановление щитов туда. Всех восстановили. Подъедем еще одной пушкой. Добьем окончательно щиты ему. Есть. И теперь по броне огонь. Здесь, мне кажется, я в свой попаду. Или вот так оно пройдет на мимо. Или не пройдет. Я не уверен, честно говоря. Лучше я ракетами. Лупану ракетами точно попаду. Потому что вот туда точно попадет. И туда. А вот между. Давай рискнем. О, между можно, оказывается. Отлично. Все, все отстрелялись? Ракеты. А давай прыгнем и ракетой ввалим. И заберем его в этот ход. Да ладно! Ой, блин. Жесть какая. Больше нечем выстрелить. Ладно, конец хода. Линкор отхватывает немножко. Сейчас мы восстановим щиты снова. Да, надо восстановить. Линкор сказал, да? Не линкор, крейсер, конечно. Все, догоняй его и уничтожай. Готов. Если честно, я щиты нету. Хотя нет, есть. Вот же шилд бустер. Шилд бустер. Восстанавливаем щит. Разворот. И огонь. Можно, кстати, усилить. Хотя бы вот тот. Хотя бы кого-нибудь усилить. Тот уже усилен, понятно. Его нельзя. Щиты снесли. Пошла броня. И в следующий ход будут торпеды. Ну и все. Значит, сейчас он по нам, наверное, упадет торпедами. А в следующий ход мы его забьем уже. Так, не попадет. Там будет стрелять в ту сторону. Ой, ладно. Чего я морочусь-то? Давай вот сюда. Он стоит удачно под торпедами прямо. Может, хватит двух торпед на него. Ну и нет, не хватит двух торпед. Ну ладно. Тогда всем остальным. Все, как раз оружие по броне. Это еще не до конца. Ну и еще один. А, на прыжок не хватает. Ладно, хватит на пушку. Без прыжка, без торпед. И так заберем его. Победили. 260 очков. Ну, кстати, можно сейчас кое-что будет и заапгрейдить уже. Сейчас, наверное, очков 900. Это можно на следующий уровень вывести. Либо крейсер. Либо будущий линкор. Знать бы еще заранее. Так. Термические ракеты X3. А, сейчас у нас их X9. А, будет еще плюс три штуки, походу, да? Будет 12 ракет уже. Ну, неплохо. А, здесь пятый уровень. Бустовые ракеты станет четыре. Так их и так четыре. А, станет восемь, значит. Сейчас четыре станет восемь. Но не очень бонус. А тут что? А тут усиление счетов. У линкора. Но фиг знает. Ладно, пока не тратим. Потому что нужно все равно следующий ход сначала сделать. А там посмотрим. Пропаганда пошла. И не сработало тоже. Зеленый наконец-то сообразил, что нужно было Красный флот уничтожать. Теперь пошел в правильном направлении. Пропаганда. Ну, вот здесь сработал. Ну, на пустых она работает. Там в описании сказано что-то по поводу того, что считается от силы там вот еще чего-то. По факту она хватает пустые клетки только. Может быть, если в клетке, которая запускает, там стоит быть мощный флот. Это усилит как-то. Но не знаю. Кстати, вот по прогрессу. Смотри, мы на самом дне по силе, по своей. Потому что флоты по четыре, я их даже не делал. Мы уже делали девять флотов. Но смысл от них, от этих слабых флотов, потому что они никуда летать все равно не смогут. Я и не делаю. По науке это то, что мы нахватали там-сям. Вот этот вот FT Data. 6% мы, кстати, открыли. От нас это в два раза, да, уходит. Кто первый вот эту заполнит, тот победил. Кстати говоря, вот. Потому что можно будет запустить вот эту боббу. 10 тысяч дата-фрагментов надо, а у нас 600. Вот, собственно, цель игры. Я не помню, я говорил в этом прохождении, говорил. И влияние доминона это количество регионов. То есть тут мы примерно наравне. Ну, красный только ушел вперед. Смотрим. Смотрим дальше. Сюда. Не можем. Сюда. Сюда можем еще. Сюда не можем. Сюда не можем. Сюда не можем. Сюда тоже не можем. И сюда не можем. Снова у нас состоятся два варианта. Здесь и здесь. Куда мы можем двигаться? Но двигаться сюда это тут куча врагов. Сюда бы хорошо пойти, но 1300 мы не пробьем. Надо возвращаться за линкором и потом с линкором двигаться вон туда. Надеяться, что там будет следующая маленькая, на которую можно будет протиснуться. Либо красный туда свои флоты увел. Может быть здесь будет битва между империей и красным и мы сможем тут вот позабирать что-то как-то какие-нибудь безгарнизонные клетки. Видимо, вот так нам придется Харвестер бы я бы еще разложил, чтобы быстрее тут вычерпать все, но пока нет рано раскладывать Харвестер там ничего не сделать раз два два хода вот тут кстати месторождение такниума и может быть мы сможем пятый корабль присоединить если заберем эту клетку но тут противник тоже близко здесь точно нету такниума потому что сюда идут пустая а сюда вот здесь оно месторождение отсюда идут с батарейками отсюда идут с батарейками мне не хочется ломать наш крейсер тоже денег стоит тоже дорогой хотелось бы пятым сюда подцепить линкор но для этого нужно обогатительную фабрику зацепить вот эту вот эту вот эту фабрику зацепишь ее сразу заберут вместе с флотом может быть вон там есть обогатительная фабрика тут точно ее нет раз два раз два что так два что так два но здесь на второй ход мы имеем шансы усилиться до пяти кораблей этот закончится раз два три через ход он закончится где-то через четыре хода мы соберем из пяти кораблей хотя даже не так мы вот здесь можем его высадить и заход он догонит погнали тогда вон туда только сейчас заметил а тут тоже оказывается строим строим тут тоже можно линкоры строить берем второй линкор на очередь что у нас там кстати крейсеров три штуки давай еще крейсер сделаем крейсера хороши две пятьсот осталось погнали то оранжево тоже флоты огромные уже сильные да и у зеленого вот я смотрю тоже уже о бомба уничтожил флот империи уничтожил флот империи получил кучу ресов и получил еще месторождение такниума причем в тылу куда никто не припрется сможет там себе спокойно добывать и не париться а вот империя двигается к нам хотя не вся а ладно когда у нас будет бомба мы накопили семьсот а над полторы тысячи еще столько же да по тридцатке вход 20 ходов чуть больше жесть конечно а вот наш линкор готов кстати ну давай следующий ставим на очередь может успеем запустить и здесь 550 но те же самые силы как и в предыдущий раз были также их наверное можно расфигачить а можно крейсер может заапгрейдить мы посмотрим вот эти вот эти штуки не смотрели плюс 10 процентов это установлено уже это установлено так вот торпеды торпеды с антиматерией но у нас нету торпед с антиматерией еще они появятся нет это дополнительные это не появится надо качать хотя подожди нет это плазменные торпеды то же самое или не то же самое больше про урон ничего нету время на перезарядку термальные пушки какие-то шансы пробить защиту торпедами антиматерии походу это одно и то же просто написано антиматерия а здесь плазменная плюс 15 337 370 будет по счетам ну давай усилим так сейчас заодно и проверим оно не оно не оно это не оно значит есть еще какие-то торпеды с антиматерией так тогда качаем качаем уровень крейсера никакого не линкора качаем качаем крейсера чтобы скорее появились торпеды с антиматерией но не на четвертом еще на четвертом не будет тоже зараза потратился напрасно ладно идем в бой пропаганда куда-нибудь за пропагандем вот это же наша да это наша ну еще раз попробуем может да нет все равно без разницы ну ладно погнали в атаку нифига нехорошо получилось с крейсерами но зато когда появятся эти торпеды с антиматерией мы уже будем просто огонь так два два три три ну то же самое как и было в прошлый раз идем так же тогда тем же построением ждем вражин смотрим раз нет не дотянемся да через две дотянемся полетели не дотянемся будем так же действовать и он и он так же отступает подводит второго и пошел его лечить мелкий выйдет вперед мелкого сейчас заберем укрепляем щит укрепляем щит и идем за мелким сносим щиты почти почти закрываем так я не смогу стрелять и добиваем ракетами готов теперь за эсминцем сносим щиты эсминцем конечно хорошо бы и первый ход сразу нападать как-то на эсминца но там фиг дотянешься до него учитывая что он тоже вперед не лезет но щиты снесли погнали по броне хорошо зашло как хорошо зашло то нету один залп не нуж нет его но эти оба усилены у нас этот отступает и сменит сейчас мы его догоним я думаю да точно догоним потому что это тоже уходит если этот сейчас за ними пойдет следом мы всеми силами бросимся в атаку но не совсем всеми восстанавливаем готов ну и преследую даже прям емп пушкой все хорош теперь сюда и сюда давай сюда хотя сюда не очень удобно будет хотя нет не очень пойдем за верхним тогда ах ты зараза не дотягивается торпеда можно было ладно давай сделаем это еще двумя торпедами в бочину мы сейчас зарядим нет устоял а тут а тут только тут только одна пушка надо не будем тратить прыжок поскакали сейчас он прыгнет тоже выдарит торпедой причем по эсминцу но эсминец должен устоять он полностью заряжен а потом мы как раз им и упрыгаем чтобы ему не досталось а этот стреляет по крейсеру крейсер точно устоит здесь тем более что еще подвосстановим щиты теперь главное аккуратно так так давай это мы восстановим пошли в атаку просто в лоб ему вдарим да и все просчитался думал хватит надо было на одну клетку раньше останавливаться тогда бы хватило ну ладно емп пушкой хватит точно добить его есть и подвосстановить щиты здесь но там уже сейчас не будет трехода никаких никаких торпед так что в принципе не страшно обычный урон он поддержит нормально прыгать не буду ну по щитам только урон здесь тоже по щитам только урон и обходим его так стой подожди давай щит свиньем получится под таким углом нифига не получится под таким углом ладно ты тогда стреляй выбивай щиты хватает кстати дальности ладно ракеты подходим пушки и еще ракеты половинка здоровья осталось следующий ход его заберем кстати торпеда есть на большому кораблю большую торпеду получена ачивка уничтожен крейсер мк3 он что мк3 что ли был вроде мк2 а есть обогатительная фабрика но неужели какая удача сразу ставим хорвестер кстати что там по лесу 1800 ну что ж расчеты оказались верны теперь у нас 5 кораблей на флот и мы сейчас а ладно не сейчас не сейчас но следующей серии уже сделаем флот из 5 кораблей сейчас тут 626 а добавится один линкор который уже готов а единственно не знаю как его высаживать сюда высадить и долететь ну наверное да потому что какой-то вот здесь можно флот собрать раз два 660 вот эту пробить целый флот из 5 можно будет сделать два хода либо здесь сделать долететь раз ход два ход тоже два хода что так что так но там 660 это 100 пудов мы заберем а тут 1300 это мы не заберем поэтому вот этот флот нам наверное сейчас не очень в тему можно сюда высадить пяток кораблей нет нельзя сюда близко мне неохота соваться хотя здесь то вообще в упор стоят уводить уводить надо вот этих будет значит линкорный флот мы соберем где-то вот тут и за две клетки дотянемся вон туда за два хода здесь тоже слишком близко тут слишком сильно вот это вот будем выбивать дело но сначала надо отступить хотя тут отступать тоже плохо вот сюда дернуться тут 1300 они и так нас достанут и так достанут сейчас бы дисраптор сгодился бы но его не будет два хода ну давай посмотрим будут ли они атаковать или нет корабль сейчас высаживать все равно смысла никакого нету посмотрим если они сейчас нас прибьют то от этого несколько планы изменятся но в любом случае в следующей серии мы уже соберем корабль из пяти ой корабль флот из пяти кораблей и там попробуем на левом фланге что-то пробить пропаганда красный опять пошел на зеленого не атаковал ну значит у нас теперь есть возможность отступления собираем даже кораблей отойти вот сюда можно можно рискнуть дернуть сюда в надежде что он не атакует нас и не снесет потому что отступить при атаке уже не получится можно терять все четыре с другой стороны и факт что там будет лучше ну хотя как вот сюда можно уйти будет потом раз-два раз-два а вот тут неизвестно что как бы мы здесь не попали в итоге раз-два 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 не попали в окружение потому что тут 1100 то мы оттуда можем попытаться пробежать вон туда но опять же раз и капец ну сейчас мы стоим раз и капец и туда встанем раз и капец в общем надо будет вступать сюда и можно будет собирать пятый пятый здесь и раз-два раз-два три туда вот идти тут сколько тут много либо здесь делать и делать раз-два посмотрим чтобы не пропускать подписывайся на канал нажимай колокольчик пиши комментарии ставь лайки заходи в дискорд ссылка в описании поддержив канал на бусте чтобы получать ранний доступ к контенту спасибо за просмотр и пока пока